19 лет я являюсь верующим человеком и за это время конечно много произошло свидетельств я много видела чудес божьих в своей жизни и жизни других людей но вот одно хочу поделиться одним из ярких таких моментов когда это действительно взорвало и мою веру тоже однажды мы с нашими служителями ездили по городам служили в церкву в церквах и на одном из служений это был по моему город екатеринбург мы тогда проводили служение исцеления небольшая церковь но мы проводили евангелизацию перед этим приглашали людей и пришла семья пришла семья с ребенком девочка была ей наверное было годика три и она абсолютно не ходила у нее было что-то с вестибулярным аппаратом врачи ей ну поставили что она не будет ходить они привезли то есть она в коляске и она никогда не вставала на свои ножки вот служение прославление прошла проповедь в конце мы начинаем молиться и вот за исцеление вот приносит вот эту девочку знаете что самое интересное что не было там знаете грома с неба огня там и или еще чего-то было вот служение да мы все чувствовали присутствие и здесь была вера вера наверное даже наверное даже вера родители потому что они отчаялись да ну если представить твой один единственный ребенок и вот такой диагноз и здесь на самом деле остается только в бога верить ему доверять вот и они пришли с этой бедой с этим горем и мы начали молиться начали молиться за эту девочку и представляете взяли ее на руки по-моему это было так мы взяли ее на руки потом опустили помолились буквально несколько слов опустили ее взяли за ручки и она сделала несколько шажков буквально вот несколько шажков ну конечно мы там все приняли что да господь творит чудеса супер классно и значит родители взяли ее как бы посадили в коляску и увезли значит ну а там продолжается молитва и тут значит залетает это мама в слезах плачет мы понять не можем что произошло то есть у нас такое смятение может быть вообще там что-то знаете натворили что что-то из ряда вон она представляете плачет она говорит она ходит она ходит представляете ребенок встал с коляски и она без помощи родители она просто начала ходить бегать по ну вот пока по коридору и они не могли остановить это был удивительный момент когда мы все увидели вот такую явную проявленное божье присутствие проявленную славу божью когда ты понимаешь что для бога нет ничего невозможного для него как говорится да что насморк исцелить что не ходя не ходячего человека поставить на ноги это ничего не стоит тут наверное вопрос нашей веры до работает как писание говорит что если вы имеете веру хотя бы с горчичное зерно да то вы можете уже горы двигать вот такой момент был яркий в моей жизни который вот запомнился это было несколько лет назад запомнился такое множество видела множество различных чудес исцелений восстановление до судеб человеческих у меня у самой в семье до была проблема у брата который был зависим несколько лет до употреблял наркотики но в один момент пришел к нему бог и он его освободила сегодня этот человек имеет семью имеет четверо детей он служит богу он живет полноценной жизнью радуется жизни поэтому и сколько сколько вот таких чудес таких моментов я слышала видела если возьмем историю музыки да раз уж я левит поклонник мне всегда хочется увидеть такой это было бы для меня чудо когда человек никогда не играл на музыкальном инструменте знаете и вот в присутствии божьем сел и начал играть я слышала однажды о таком свидетельстве я верю что наверное для бога не наверное для бога нет ничего невозможного и скорее всего это может произойти если я такое увижу да то наверное моя вера взорвется и я что человек не играющий но в помазание божьем села начал играть это конечно круто еще хочу рассказать такой случай пришел мне на память это наверное такое свидетельство для знаете для командные наверное работы как общая вера может победить болезнь у нас в команде в команде прославления у одной девочки поставили диагноз гепатит и у нее уже был было близко к циррозу да и плюс туберкулез ей ставили ну в общем плачевная ситуация на самом деле она начала пить химиотерапию у него последствия были ужасные страшные врачи и сказали что чуть ли вот пусть родители готовят тебе гроб тогда потому что в принципе мало шансов на выживание но как бы и вот я помню вот этот вот эту атмосферу и и до человека то есть она и верит и тут же вот этот диагноз как приговор до прозвучал и у нее такое упадническое состояние и что приходит не приходит откровение да что мы должны взять 40 дней непрерывного поста то есть мы его расписали каждый день по два человека мы постились за этого человека за эту девушку за сестру за нашу и бог сказал что на сороковой день я восторжествую вот представляете мы начинаем пост мы начинаем пост а ей все с каждым днем ей все хуже и хуже и хуже и хуже я и звоню я говорю ну ты как она говорит я вообще встать не могу я ничего не ем не организм пищу вообще не воспринимает то есть она похудела она сбрила волосы потому что они выпали на такого серого цвета стала то есть ну казалось бы вот смерть уже вот она вот она близко и я говорю господи ну пожалуйста ну ты же обещал ну пусть придет твоя слава пусть придет исцеление и вот я помню 20 день ничего не происходит то есть вот вот все хуже и хуже и представляете 20 день и двадцать первый день я помню я звоню и говорю ну как ты или пишу я говорю ну как то она говорит слушай сегодня у меня температура немного спала мне нет такой большой температуры на говорит и как-то появилось желание покушать и с каждым днем в течение 20 дней она шла на восстановление то есть каждым днем она звонила и говорила что не лучше не лучше потом она начала уже ходить пришла на служение у нас по моему тогда даже в церкви шел пост семидневный да и были каждый день служения и она на одно из служений уже пришла сама вот и на сороковой день она поехала в больницу и врачи ей дали справку что у нее нет туберкулеза и нет гепатита вот вы представляете это для нас для всех для команды это было это было такое торжество такое свидетельство что знаете по нашей вере да мы просто в послушании двинулись бог сказал мы двинулись нам мы бы могли на 20 день когда вот эти 20 дней ничего не происходило сказать да все вик у тебя конечно похоронен там и все да но вера внутри божье слово потому что написано что все обетования в боге это да и аминь если он дал слово что эта болезнь не к смерти но к славе божьей мы просто встали на это на это обетование мы молились мы постились мы включили все механизмы духовные да мы приносили за нее жертвы и мы сегодня видим как этот человек живет цветет процветает она родила второго ребеночка они живет переехали на юг и служит господу и все в ее жизни прекрасно и нет никакой болезни никаких атак то есть здесь знаете надо нам идти до конца верить богу пусть наша вера не оскудевает даже если мы переживаем это очень сложно на самом деле да когда человек проживает именно эту ситуацию и ему подписывают приговор это может быть нам со стороны до легко да ты верь да ты прорывайся что человек чувствует я не знаю но мы как его окружение как ближние люди мы должны верить за него даже когда его вера уже оскудела да мы должны верить за него и делать все что от нас зависит чтобы увидеть эту славу поэтому мой призыв сегодня не опускать рук несмотря ни на что у бога есть выход из любой ситуации вот за почти 20 лет я реально не видела безвыходных ситуаций в боге что бы ни происходило даже когда человек терял близких людей вот так нелепо сколько таких примеров да и казалось бы хочется разочароваться и уйти и сказать бог но тебя нет ты забрал моего любимого человека и почему так да и такое разочарование но когда человек берет свою волю свою свою веру в кулак активирует ее и продолжает верить продолжает идти за богом продолжает смотреть его взор поднят небеса это конечно зажигает и бог он благословляет веру людей бог благословляет и мы видим потом как судьбы человеческие они расцветают это тоже самое как с его вам было когда он потерял все да но благодаря тому что он верил до конца он приобрел больше чем было поэтому верьте богу он никогда не подводит не унывать и не опускайте рук не разочаровывайтесь даже если сложно продолжайте молиться даже когда не открывается рот внутри себя не оставляйте свою надежду не оставляйте веру в боге есть будущность и надежда